МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Главная задача депутата – помогать людям. Как работают на местах народные избранники, узнали наши корреспонденты. Самый нежный праздник осени. Всю неделю поздравления принимали все мамы Беларуси. Гомельщина гостеприимная. В путешествие по Полесскому региону отправились потенциальные инвесторы, представители туристических компаний, журналисты и писатели. Какой была неделя из жизни Гомельской области, расскажем в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Хойникском районе прошел День депутата. Депутаты районного и сельских советов встретились с работниками местных организаций и провели прием граждан. С опытом работы по решению проблем населения одного конкретного региона ознакомились наши корреспонденты. Жители Хойников креативные и целеустремленные, уверены в районном совете депутатов. В подтверждение журналистам демонстрируют дворик, подобного которому нет в Гомельской области. Все деревянные скульптуры изготовил местный житель. Еще один хойникский дом знаменит своими подъездами. По инициативе депутата райсовета люди не просто собрали деньги для проведения ремонтных работ, но и пригласили художника. Для оформления, как пишется в официальных документах, место общего пользования. Теперь эти подъезды обычного жилого дома можно назвать образцово-показательными. Такой же должна стать и территория по еще одному адресу. Долгое время ее упоминали только в качестве отрицательного примера. Автомобили на газонах, сломанные скамейки и отсутствие места, где жители могли бы собраться вместе. Теперь автомобили будут находиться на стоянке, которую люди оборудуют сами при помощи районного совета. Скамейки отремонтировал Полесский государственный заповедник, а беседку построит хойникский лесхоз. За свой счет, но с условием, что жители соберут деньги и покрасят это строение, а потом будут постоянно следить за его состоянием. Поступает обращение граждан, люди просят сделать место отдыха, собраться выйти, летом жара, зимой посидеть негде. Ну, оказываем благотворительную помощь, ну что делать? Надо же как-то помогать людям. Привлечение местных жителей к решению проблем, которые действительно волнуют, для депутатов – дело принципа. В конце концов, иждивенчество – не лучшая черта любого человека. Проведение Дня депутата – одна из возможностей услышать всех жителей района. При необходимости к решению проблемы подключатся депутаты областного совета и национального собрания. Обратились жители улицы Малишевска, это бывший населенный пункт Малишев, это по транспортному сообщению. Мы сейчас проработали данный маршрут, проехали его и буквально, может быть, через неделю согласуем с ГАИ и начнем, так скажем, экспериментальный рейс улицы Малишевска, город Хойники, заездом в центральную районную больницу. Это решен вопрос именно на уровне депутата областного совета. Но хочу сказать, здесь уже зависеть, мы работаем с населением, чтобы население само поехало, потому что если этот транспортный рейс будет не задействован, то, конечно же, сегодня возить, как на такси, каждого одного человека, сегодня такой возможности у бюджета нет. Быть ли населенному пункту Езапов, городом-садом, станет известно в ближайшее время. По крайней мере, сегодня эту идею пытаются реализовать Сутковский сельский совет и два тренера по тяжелой атлетике. Свободные от основной работы время Михаил Глушаков и Александр Новицкий осуществляют свою мечту – вырастить большой плодово-ягодный сад. Начинали со ста деревьев, сегодня их уже около двух тысяч, а в следующем году будет пять. Плюс около трех тысяч кустов различных ягод. Было непросто. Однако, как известно, глаза боятся, а руки делают. Сельсовет нам пошел на встречу, предоставил нам участки, где были захоронены дома на этом же селе, как бы получается, пустующие. И вот уже Гибрадзем вчера приезжал, делал обмер какой-то там, ну все в процессе идет. Депутаты в Хоингском районе не только поддерживают идеи других, но и предлагают их сами. По инициативе директора Козелужской средней школы, депутата сельского и районного советов Светланы Лобан, несколько лет назад в этом учреждении образования написали проект. И в рамках программы развития Организации объединенных наций открыли тренажерный зал. Однако на этом решили не останавливаться. В этом году в школе реализовали еще две инициативы. При финансовой поддержке Евросоюза и США создали фотостудию и бизнес-компанию по оказанию услуг населению и организациям. Если в случае с тренажерным залом речь шла о пропаганде здорового образа жизни, то здесь об основах предпринимательской деятельности среди молодежи. И о спорте не забыли. Под официальным названием «Теннисный корт» в составе многофункциональной игровой площадки, по сути, современный спортивный комплекс. Это по проекту программы развития ООН и финансировал благотворительный фонд Марии Шараповой, российские теннисистки. За время проведения Дня депутатов в Хоникском районе посещаются несколько предприятий сельского хозяйства, промышленности и торговли. Последний по очереди, но не по значению, пункт программы – прием граждан. Ситуацию на местах в Советах знают хорошо. В районе постоянно проводятся анкетирования и близопросы. Это позволяет положительно решать те реальные проблемы, которые сегодня волнуют людей. Мы провели 12 встреч информационной группы района Совета. Здесь 118 вопросов было и поднято перед нами. 90 вопросов мы разрешили или разъяснили. 14 вопросов на сегодняшний день находятся у нас на контроле. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Морищенко. Новости недели. Хоникский район. В эту субботу все мамы отметили свой, можно сказать, профессиональный праздник. Ведь не зря материнство называют самой сложной и ответственной работой. Чтобы успеть поздравить всех мам, праздничные мероприятия начали проводить в регионе еще в понедельник. Мы же в свою очередь решили с помощью цифр нарисовать образ мамы, проживающей в Гомельской области. Итак, ее средний возраст 28 лет. Она воспитывает одного либо двух детей. Именно такая модель семьи материнства в наше время самая распространенная. Причем первого ребенка она родила примерно в 25 лет. Хотя статистика утверждает, что лет 6 назад этот возрастной показатель был ниже. По словам специалистов главного статуправления Гомельщины, сейчас решение стать мамой женщины все чаще принимают в более сознательном возрасте. В целом, в прошлом году в регионе на свет появилось более 18 тысяч детей. В сутки 50 малышей. Почти 40% из них стали первенцами. Примерно столько же родились вторыми в семье. При этом двойняшек было 203 пары. А вот тройня появилась на свет всего одна. К слову, двум самым юным мамам было 15 лет. А вот самым зрелым на момент родов 46. Но это, как правило, вторые и последующие роды. Однако специалисты отмечают, что одна из женщин в прошлом году родила своего первенца в 42 года. Что касается многодетных семей, таких в регионе более 15 тысяч. В них воспитываются более 50 тысяч детей. К примеру, одна из мам в Октябрьском районе родила и воспитывает 12 детей. И на сегодня это рекорд Гомельской области. Напомним, женщины при рождении пяти и более детей награждаются орденом матери. Обладательниц награды в регионе насчитывается 1356. 30 из них удостоились ее в этом году. К слову, с 2015 года действует государственная мироподдержка. Семейный капитал при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Семья получает право на предоставление 10 тысяч долларов. И все же не менее значимой поддержкой для каждой мамы является внимание и забота. Поэтому на этой неделе, объявленной неделей матери, для них проходили торжественные приемы, награждения, праздничные концерты и благотворительные акции. Руководство региона организовало праздничный прием, гостями которого стали 40 многодетных мам со всей Гомельщины. 11 из них в этот день получили орден матери. В храмах Беларуси за здоровье всех матерей 14 октября провели молибен. Позже в родильных домах поздравят женщин, родивших детей в день матери. Анна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в эти дни в Сочи. Форум объединил около 20 тысяч участников из более чем 150 стран. От Беларуси заявлена одна из самых многочисленных делегаций – более 300 человек. Гомельщину на форуме представляют более 20 делегатов. Когда они вернутся домой, обязательно поделятся своими впечатлениями с нашими корреспондентами. А сейчас расскажем о значимых событиях уходящей недели. В Гомеле состоялось заседание Белорусско-Украинской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности. Во время встречи подведены итоги трехдневного визита в Беларусь делегации во главе с заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В ее составе – руководители промышленных предприятий, имеющих партнеров в нашей стране. Стороны договорились до конца года согласовать список продукции, которая могла бы производиться в рамках интеграционных связей. В течение двух последних лет отмечается положительная динамика роста товарооборота в области машиностроения между Белоруссией и Украиной. И, по мнению сторон, эта тенденция должна сохраниться и в дальнейшем. Об установлении размеров единого налога для предпринимателей и иных физических лиц шла речь на сессии Областного совета депутатов. Как известно, президент страны Александр Лукашенко подписал ряд указов, регулирующих экономическую деятельность предпринимателей и физических лиц. Самый масштабный – номер 337. Согласно ЕМУК, существующим 18 видам экономической деятельности, которыми можно заниматься по заявительному принципу, добавили еще 12. Для этой категории субъектов хозяйствования установили ставки единого налога, которые будут действовать в течение года. Эти величины ниже, чем для предпринимателей, максимально приближены к базовым и дифференцируются в зависимости от размера населенного пункта. В Гомеле подвели первые итоги реализации пилотного проекта «Расширение образовательных возможностей осужденных через дистанционное обучение». В его рамках у осужденных, находящихся в Гомельской исправительной колонии номер 4, появилась возможность получить высшее образование. В начале желания учиться высказали 15 женщин, потом к ним присоединились еще 8. Первый диплом получила Кристина Смычкова. До суда она закончила торговый колледж и три курса университета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Документ вручили в торжественной обстановке в клубе исправительной колонии. Городской поселок Уваровича Будокошелевского района стал городом. Такой статус этот населенный пункт получил в проекте, реализованном в рамках программы развития ООН. Уваровича – спортсити. Это новая детская площадка, спортивный городок, тренажерный зал и молодежно-просветительский центр. Идея сделать городской поселок территории здоровья и развития принадлежит самим жителям. Местная власть ее поддержала и подготовила необходимые документы для участия в международном проекте «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским Союзом. В реализации инициативы участвовали все без исключения организации и учреждения, которые находятся на территории сельского совета. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина состоялась презентация книги «Прокуратура Гомельской области. 95 лет. История и современность». Издание представляет собой результат большой исследовательской работы как с областным, так и национальным архивом нашей страны. Помогали в поисках информации также коллеги из Казахстана и Российской Федерации. Книга отражает страницы истории прокуратуры Гомельской области, начиная с 1920-х годов. Она рассказывает о деятельности сотрудников службы в довоенный период, времена Великой Отечественной и до наших дней. Центральное место в издании отведено воспоминаниям ветеранов службы. Приключения иностранцев в Беларуси. Зарубежная делегация представителей шести стран на уходящей неделе отправилась в путешествие по Гомельскому полесью. Среди почетных гостей посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гиб. Поездку знакомства с нашей областью организовала Управление спорта и туризма Гомельского обл. исполкома. Чем интересен юго-восточный регион Беларуси для иностранных туристов узнавала Анна Корольчук. Туристический потенциал Беларуси огромен. Это отмечают как отечественные, так и зарубежные эксперты. Нам есть что показать, куда отвезти и чем угостить. Введение в этом году безвизового пятидневного режима для иностранцев дало хороший результат. В первом полугодии 2017 года Беларусь увеличила экспорт туристических услуг на 22%. На развитие туристической индустрии направлена и государственная программа «Беларусь гостеприимная». Одним из проектов программы стало двухдневное организованное путешествие по Полесью для зарубежных гостей. Это рекламно-информационный тур, в который пригласили представители иностранных организаций, туристической индустрии и потенциальных инвесторов. 15 гостей из России, Украины, Хорватии, Великобритании, Бельгии и Эстонии отправились знакомиться с главными достопримечательностями Гомеля, Мозыря, Турова и Национального парка Припятский. Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гипп приехала в Гомель во второй раз и привезла свою мать. По словам дипломата, Дворцово-парковый ансамбль – это уже весомая причина посетить областной центр. Однако для развития регионального туризма срок безвизового пребывания в Беларуси стоило бы увеличить. Очень хорошее решение создать безвизовый срок. Но пять дней, когда первый день – это день приезда, и пятый день – это день, когда вы уезжаете, есть три, просто три дня, чтобы посетить страну. Это мало посетить страну, кроме Минска. Это надо десять дней или даже месяц. Этот пресс-тур должен стать хорошим толчком для повышения интереса иностранных туристов и укрепления имиджа Гомельщины. В этом видит свою задачу и английский писатель, автор-путеводителя по Беларуси Найджел Робертс. Сейчас он работает над четвертым изданием книги и ищет новые туробъекты, гостиницы и рестораны. Если Гомель и Мозырь англичанину хорошо знакомы, то в туров он приехал впервые. На вопрос, чем интересно Беларусь иностранным гостям, мистер Робертс отвечает – всем. Для большинства западных туристов Беларусь – терра инкогнито. И именно эта неизведанность притягивает. Гости с Запада, из Великобритании и Америки ничего не знают об этой стране. Все, что они здесь видят, они видят в первый раз. Это и природа, и история, и церкви, музеи, культура и советская история. Тем не менее, западным туристам до сих пор достаточно тяжело путешествовать по всей стране, если они не знают русского или белорусского языков. В таком случае поездка в одиночку отпугивает. Среди других факторов, которые мешают развитию въездного туризма, иностранцы называют минимум знаков туристической навигации на улицах, недостаточно развитый придорожный сервис и небольшой выбор бюджетных мест проживания, хостелов и кемпингов. Кроме того, многие объекты туризма не представлены в интернете, а если имеют свой сайт, то он не переведен на английский язык. Это все то, над чем предстоит работать в ближайшее время. А уже сегодня акулы туристической индустрии составляют потенциальные маршруты. Красота полезских ландшафтов, духовное и историческое наследие, большое количество достопримечательностей и, конечно, гостеприимность. В Мозере делегацию встречали традиционными хлебом с солью и колоритными народными песнями. Во второй день своего путешествия гости посетили национальный парк Припятский, где отправились на сафари и увидели диких животных, обитающих на территории заповедника. Далее группа отправилась в один из самых древних городов Беларуси – Туров. Кроме экскурсии по Замковой горе и Борисоглебскому кладбищу, туристы посетили Туровский молочный комбинат, который в последнее время стал не только производственным гигантом, но и настоящим туробъектом. Туровская земля, как всегда, гостеприимна, очень радушно принимают хозяева этого района, показали много объектов, уже договоренности и контакты завязались, то есть люди хотят приехать, они хотят привезти сюда группы, они хотят показать то, что мы имеем. У нас есть, скажем так, сформированный прайск-лист для наших иностранных гостей, которых мы всегда рады принять. У Беларуси есть своя изюминка, и вы должны громче о ней заявить, твердят участники инфотура. Помимо агроэкотуризма, туроператоры сегодня активно предлагают программы промышленного и спортивного туризма. Санатории приглашают на оздоровление. В 2016-м регион уже посетили туристы 26 стран, и задача – обороты не сбавлять. Анна Корольчук, Валерий Гопанько, Новости недели. А теперь о наиболее значимых культурных событиях. Уходящая неделя запомнилась рядом ярких выступлений. С большим юбилейным концертом на Гомельской земле побывали артисты из Великого Новгорода Российской Федерации «Народный ансамбль «Сорока». В наш регион они привезли выступления в лучших традициях русского народно-песенного искусства. А во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялась премьерная музыкальная программа из цикла концертов-лекций «Беларусь. Диалог. Классика». Это совместный творческий проект коллективов областной филармонии и гомельских городских оркестров, презентующий богатейшее музыкальное наследие белорусских композиторов. Более подробно об этом и не только расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Во дворце культуры железнодорожников на уходящей неделе звучали композиции ко всемирно известным кинофильмам. По многочисленным просьбам жителей областного центра здесь состоялся концерт «Мировые саундтреки-2». Одноименный проект в городе над Сужем был запущен еще в прошлом году. Он имел небывалый успех, а потому получил свое продолжение. В исполнении блистательных музыкантов гомельских городских оркестров звучала музыка из фильмов, которые стали мировой классикой. Это композиции к таким известным картинам, как «Звездные войны», «Скала», «Человек-паук», «Ла-Лэнд», «Великий Гэтсби» и многим другим. Чтобы создать полное ощущение погружения в мировой кинематограф, фрагменты этих фильмов во время концерта транслировались на большом экране. В Гомеле стартовал цикл из пяти концертов лекций «Беларусь. Диалог. Классика». Премьерная музыкальная программа состоялась во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместный творческий проект коллективов областной филармонии и гомельских городских оркестров. Он задуман как презентация музыкального наследия отечественных и зарубежных композиторов, творивших в разное время на белорусской земле. На протяжении реализации проекта музыканты будут выступать под руководством главного дирижера городского симфонического оркестра Мурата Асуила. В программе как признанные шедевры музыкального искусства, так и редкие образцы белорусской классики. В Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского тем временем состоялся творческий вечер библиографа Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына историка и барда Виктора Леонидова. Он уникальная творческая личность, широко известная как в Российской Федерации, так и далеко за ее пределами. Сфера профессиональных интересов Виктора Леонидова это судьба русской эмиграции, возвращение творческого наследия тех, кто вынужден был покинуть свою родину. Именно эту тему автор и отражает в своих выступлениях. Также на этой неделе с большим юбилейным концертом на Гомельской земле побывали артисты из Великого Новгорода Российской Федерации Народный ансамбль «Сорока». В наш регион они привезли выступления в лучших традициях русского народно-песенного искусства. Между тем, в съемочной группе телеканала «Беларусь-4» талантливые артисты и вовсе подарили акапельный эксклюзив. За 20 лет творческой деятельности Народный ансамбль «Сорока» стал настоящим музыкальным брендом Великого Новгорода. Профессиональный вокал, яркий песенный репертуар, блистательные костюмы и непередаваемая энергетика артистов делают каждое их выступление по-особенному запоминающимся. Гомельский городской молодежный театр на этой неделе ярко и зрелищно отметил свое 25-летие. На сцене развернулось грандиозное шоу, повествующее о главных событиях учреждения из истории длиною в четверть века. За годы деятельности Гомельский городской молодежный театр делал ставку на интеллектуальную, современную белорусскую и зарубежную драматургию. Многие спектакли носили экспериментальный характер, выделялись камерностью в художественном оформлении и манере актерской игры. Здесь ставились комедии, мелодрамы, психологические пьесы, сказки для детей. Творческим коллективом Гомельского городского молодежного театра создан целый ряд талантливых премьерных спектаклей, которые привлекают зрители разных поколений и взглядов. Следующая неделя нас также порадует яркими культурными событиями. В картиной галереи Гавриила Ващенко продолжится совместный с Гомельской областной филармонией проект «Муз-арт». В исполнении камерного хора под руководством художественного руководителя и главного дирижера Елены Соколовой зрители смогут ощутить всю глубину и притягательность музыкальной программы «Я помню лунную рапсодию». А тем временем Музырский объединенный краеведческий музей всех желающих приглашает посетить персональную выставку вышитых картин мастера Алины Гуриной. Здесь можно увидеть работы, которые отражают самые разнообразные темы от цветов и живописных природных уголков до ликов святых и портретов известных личностей. Самыми интересными культурными событиями региона вас ознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». И в окончании программы занимательный факт от наших коллег из газеты «Житье Полесье». Врачи Мозорской районной больницы на днях собрали урожай лимонов прямо в Ординаторской. Лимонные деревья сорта «Пандероза» несколько лет назад посадил заведующий лоротделением Василий Пухальский. С тех пор за ними ухаживает весь коллектив. Самый большой плод весил 1 килограмм 118 граммов. Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи.